всем доброго времени суток с вами фия и сегодня я в образе rose из титаника потому что хэллоуин спецвыпуск и мы с вами продолжаем рубрику пустых баночек давайте начинать и конечно же не забудьте подписаться на мой youtube канал и можете сейчас налюбоваться моим образом на хэллоуин я сегодня иду на мероприятие на вечеринку на корабле надеюсь меня не постигнет участь rose и того что случилось в фильме но мы будем сразу же начинать обзор моих пустых баночек начинаем так в этом месяце у меня накопилось достаточно пустых баночек и мы с вами пожалуй начнем с ухода а дальше уже закончим парфюмерии и косметикой конечно же мы начнем с гелий для душа потому что без этого прям никуда это я люблю обожаю и всегда у меня она быстро заканчивается это два геля для душа мне подарила мама мне понравился он пахнет по аромату мне напоминает у меня из духи агент провокатор pink фаталь они очень схожи а это более сладкие кокосовые кокосово-ванильная даже пахнет я бы сказала рафаэлкой баунти в общем таким кондитерско сладким если вы любите прям все супер сладкое рекомендую но это тоже классный гель они стоят недорого они доступны и можете найти в любом магазинчике дальше я хотела бы вам показать мне очень нравится этот скраб для тела от фирмы energy of vitamins масляно-солевой скраб он прекрасно увлажняет убирает огрубевшие частицы кожи и я еще нашла ему одно применение но не скажу не скажу потому что хочу держать тайну если вам будет интересно еще расскажу как можно им пользоваться классно и получать тоже такой же классный результат я его однозначно рекомендую так дальше я хотела бы вам показать маски для лица которые у меня закончились в этом месяце даже я бы сказала это патчи как бьюти блогер только сейчас я дошла до патчи но все же очень милые с пандочкой здесь у меня маска green way с зеленым чаем так же я и пользовалась я бы не сказала что как-то она прям особо меняет и показывает результаты мне кажется что просто для увлажнения особенно сейчас когда уже становится холодно для просто увлажнения и питания ну конечно будет это маловато но как эксперимент даже неплохо очень нормальный мне тоже не понравились я бы не сказала что что-то с ними не так я еще дальше хочу вам показать это снова же крем я люблю крема крем для тела с мармешмеллоу от фирмы моей body здесь он также сладкий с мармешмеллоу ну понятное дело до сих пор пахнет он он супер приятный я покупала его еще в прошлом году если где-то вы увидите в остатках магазине и вы можете посмотреть и кстати сейчас уже вышла новая линейка я купила но я уже я буду вам показывать потом чтобы не тратить эфирное время и мы конечно же подошли тоже к пробничкам ну что пробнички у меня быстро заканчиваются я ими люблю пользоваться я как-то зашла в лаж пару недель назад и мне подарили такие вот пробнички 1 это крем напи для шкиру и империалис два крема которые я использовала я бы не сказала что я бы прям купила бы полноразмерную версию но вот помнится мне напи для шкиры напиток для кожи пахнул как-то странно не знаю возможно это мое личное какое-то суждение но они неплохие они очень питательны если у вас сухая кожа и вы хотите хорошо так увлажнять можно присмотреться но к сожалению цена очень кусается особенно если сравнивать с теми же виши ля ручь позей которые дешевле и но они более подтверждены дерматологами по использованию для питания кожи ну как бы так я бы не стала бы покупать полноразмер увы хотя мне эта фирма нравится следующее чтобы я вам показала это прям артефакт в моей коллекции косметики это карандаш который еще я не знаю мне подарили в старшей школе и я им мало пользовалась потому что он по оттенку медный и можно только я не знаю разве что ну не знаю как как-то так стрелочки рисовать в общем он у меня очень слабо расходовался просто лежал для коллекции я его в принципе да и оставлю пускай будет как просто напоминание о одном человеке который мне подарил этот продукт дальше я бы вам хотела показать пробнички и тушь ну тушь я уже вам показывала поэтому не не буду останавливаться есть отдельный ролик будет ссылочка в описании что вы могли все рассмотреть и узнать поэтому я ее откладываю а дальше у меня остались пробнички это шанель арифлейм и бритни спирс как вы уже поняли я не предвзято отношусь к парфюмерии есть и хорошие и плохие в каждом парфюмерном доме что-то бывает удачное что-то нет к сожалению шанель мадмуазель как бы я его не пыталась приручить мне он не нравится и у меня с ним не сложились отношения насколько мне нравится шанель номер 5 настолько же мне не нравится шанель как у мадмуазель поэтому увы я его не буду приобретать а дальше арифлейм у меня вообще появился как пробничек в подарок какому-то заказу поэтому я его не покупала мне его просто подарили хотя я ничего не вижу плохого в арифлейме духи называются и клад ну как по мне они они не выразительные мне ничем не зацепили ну просто духи как духи таких много а следующий который хотела похвалить это private show от бритни спирс мне понравился этот аромат и сейчас более прохладное время года он раскрывается потрясающе он пахнет печеньками вафельками чем-то таким кофейным если вы любитель кофей на сладкой тематике обязательно присмотритесь но увы тяжело достать сейчас но если найдете и либо закажите с иностранных сайтов я думаю вам понравится он доступный я имею ввиду по цене по наличию увы но мне понравился я с удовольствием им пользовалась в общем то это вся моя пустая корзиночка вот все баночки мы с вами рассмотрели я показала свой образ сейчас чуть-чуть это то видите сердце океана но это еще не все сегодня 30 октября я буду монтировать уже 31 и выпуск выйдет как обычно под конец месяца но у меня еще будет следующий образ который вы можете уже угадывать в комментарии он будет абсолютно противоположный от этого что вы видите и мне будет интересно почитать ваши догадки и конечно же скоро будет следующие ролики с моих поездок ну и следующий образ на хэллоуин надеюсь вам понравился этот ролик обязательно подписывайтесь и до скорой встречи друзья субтитры сделал DimaTorzok